Как агенты ЦРУ оказались в готическом замке на Колыме? Можно ли победить танк при помощи меча? Кто готов умереть за императора в мрачном Вархаммере? Как случилось, что Бэтмена разобрали на детали? Захватят ли космические странники галактику? Это и многое другое смотрите прямо сейчас в виртуалите на MTV. Всем привет, в эфире Виртуалити. Полчаса обо всем самом новом, интересном и необычном из мира компьютерных и не только развлечений. Есть у разработчиков игр страсть сделать так называемые Easter Eggs. Ну или, проще говоря, самовыражаться за счет игр. Где-то имя свое на виртуальном доме напишут или слово какое-нибудь, чаще неприличное. Только внимательные и дотошные геймеры обнаруживают такие сюрпризы. Пасхальное яйцо мы нашли в игре Assassin's Creed. Главный герой Альтаир карабкается по стене, поднимается на крышу и видит грузовик. А между тем на дворе 12 век. Кроме выискивания пасхальных яиц, всю прошлую неделю мы занимались подбором новостей, которыми с удовольствием делимся. Весной этого года геймерам предстоит пережить закат Солнечной Империи. Так называется новая стратегия в реальном времени от Ironclad Games. Считайте себя умелым торговцем? Тогда выбирайте расу людей. Внутри вас бушует энергия разрушения? Возглавьте цивилизацию в Ассаре. Ну а если вы прирожденный романтик, то записывайтесь в ряды космических странников. Став на сторону одной из раз, вы поведете борьбу с двумя другими цивилизациями за господство в галактике. Выбирайте планеты для колонизации, решайте вопросы политики, развивайте промышленность и руководите флотами в космических битвах. Будьте достойным правителем своей империи, иначе ее ждет закат. Разработчики из TD Games анонсировали лего-реинкарнацию человека-летучей мыши. В сентябре выйдет в свет аркада LEGO Batman The Video Game. На этот раз нам предстоит бороться со вселенским злом в шкуре Бэтмена и Робина. Все известные по фильмам о супергерое-враги сбежали из психушки и давай крушить все налево-направо в городе Готэм-Сити. Понятно, что разбираться со всей этой шушерой придется двум нашим героям. Последнюю часть сериала о противоборствах во вселенной X под названием X-3 Terran Conflict геймеры увидят осенью этого года. Основные события эпизода развернутся в районе Солнечной системы. У вас появится возможность узнать, как изменилась родина человечества за прошедшие столетия. В роли военного пилота-терранов игроку предстоит решать всевозможные задачи, коих по заверениям разработчиков будет превеликое множество. В этом плане X-3 Terran Conflict — самая насыщенная часть, ведь, по словам создателей, она станет кульминацией трилогии X — великим финалом серии. Решили, видимо, поставить жирную точку. Ну что ж, ждем осенью. Для всех любителей биатлона студия 49 Games приготовила настоящий сюрприз. На 28 марта запланирован выход спортивного симулятора «Биатлон-2008». Игра позволит окунуться в настоящую атмосферу этого динамичного вида спорта. На 17 трассах, полностью соответствующих реальным прототипам, вы получите возможность соревноваться с такими известными биатлонистами, как Магдалена Нойнер и Свен Фишер, Бьерн Даллен и Катя Вильхен. Скучно играть одному? Нет проблем. Разработчики предусмотрели два типа многопользовательского прохождения. Турнир для четырех игроков и игра один на один в режиме сплит-скрин. Так что созванивайтесь с друзьями и, как говорится, вставайте на лыжи. От игр, пока еще не вышедших, переходим к проекту, который уже стал популярным среди геймеров. В тактическом экшене «Конфликт секретной операции» американцы вновь спасают мир. Есть такая работа – демократию раздавать. Но если кто-то от этой бесплатной демократии настойчиво отказывается, не беда. На помощь всегда готово прийти секретное подразделение ЦРУ. По крайней мере, так и обстоят дела в тактическом экшене «Конфликт секретной операции». Вы – последняя надежда человечества на установление демократии во всем мире. Это без преувеличения такт. Именно под вашим началом будут служить оба главных героя – Ники Грейвс и Ники Лэнг, представители элитного подразделения ЦРУ. Если где-то в Африке диктатор шалит, или где-то в Колумбии подростки непонятным порошком приторговывают, значит, самое время прийти Янке и навести порядок. Вы даже побываете в готическом замке, который находится не где-нибудь, а в России, на Колыме. Не просто побываете, но и погуляете внутри, и даже немного его разрушите. Местные обитатели готического замка – русские вушанки. Они же, видимо, готы. На демократию имеют особый иммунитет, и потому требуют особо много усилий по наведению американского порядка. На протяжении игры нашим героям предстоит бороться с различными пороками современного мира. Например, с диспотизмом, терроризмом, с наркоторговлей, и внести в массы светлые идеалы демократии. Оба главных героя – мастера своего дела. Грейвс, мрачный у видобородач, несет демократию на прицеле своей снайперской винтовки. Лэнг хоть по натуре и негр, а фрамериканец, все же поет гимн власти народной при помощи тяжелого ручного пулемета и базуки. Кстати, между агентами в любой момент можно переключаться, чтобы почувствовать, так сказать, разницу методов. Дело в том, что в каждой игровой миссии неверующих в светлое будущее просто пруд пруди, и каждому нужен особый подход. Кого-то проще сразу застрелить, а под кого-то можно и мину подложить. Например, снайпер к концу игры научится ставить мины, что здорово поможет при прохождении вот этим персонажем. Создатели игры очень гордятся искусственным интеллектом, которым обладают враги. Но даже им не сравнится по интеллекту с нашим напарником. Ловко укрываясь за бочками с бензином, наш компаньон нет-нет, да и задевает один из баков. Но это не что иное, как проверка известной истины о том, что настоящий демократ в воде не тонет, в огне не горит. Способов пройти игру два. Первый — во весь рост и всех перестрелять. Продвинутый искусственный интеллект наших врагов позволяет делать это безбоязненно. Второй способ — тихонечко подкрасться и всех, опять же, перестрелять, но уже с глушителем. Как и у всех настоящих секретных агентов, у нашей парочки глушители всегда под рукой. В случае провала помощи им ждать неоткуда, и если что, то американское правительство будет отрицать факты их существования. Такие подразделения в ЦРУ наверняка есть, только мы о них, конечно же, не знаем, на то они и секретные. Впрочем, под вашим чутким руководством провала быть не должно. Деспотизм, терроризм, наркоторговля и банды русских в ушанках будут повержены. Ах, вы все еще не верите в демократию? Тогда конфликт с секретной операцией уже идет к вам. Далее в Виртуалити. Можно ли победить танк при помощи меча? Как при помощи мышки создать шедевр в духе импрессионизма? Захватят ли космические странники галактику? Это Виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с самым новым, интересным и необычным из мира виртуальных развлечений. Разработчики хитов Fallout и Medal of Honor объединили усилия для создания игр. Правда, пока не анонсирован ни один их совместный проект, но уже понятно, что должно получиться нечто необычное. А вот в какие игры можно поиграть уже сейчас? Далее в выпуске новостей. Тема Второй мировой войны продолжает будоражить умы разработчиков. Очередной шутер из этой же серии под названием Hour of Victory – Час Победы увидел свет. Действия игры разворачиваются в Европе и северной части Африканского континента. Очищать территорию от фашистской заразы можно в разных препостазиях, в роли командоса, шпиона или снайпера. Причем у каждого из них особый стиль прохождения миссии и свои способы решения поставленных задач. Нам предлагается большой выбор разнообразного оружия. Плюс разработчики решили порадовать геймеров и предоставили возможность использовать различные единицы транспорта – танки, джипы и гражданскую технику. Для любителей поиграть с друзьями есть многопользовательский режим до 12 человек. разработчики обещают полное погружение в атмосферу Второй мировой войны. Ночь колбасищах вампиров – так можно перевести название недавно вышедшего эпизода о похождениях детективов Сэма и Макса. В этот раз героям предстоит разбираться с вампиром Эмо, который повадился устраивать, чтобы вы думали… Йоу! И Дэд! Рейвы прямо в своем замке. Ну и естественно, как пчелонамет собираются найти пати разномастные зомби. Как могут два бравых детектива спокойно смотреть на это безобразие? Ну, кровопийцы, держитесь! Истории о двух сыщиках всегда отличались тонким юмором и едкой сатирой. Сэмон Дмакс – Night of the Raven Dead – не исключение. Ну, а многочисленные загадки и пазлы порадуют любителей поднапрячь мозги. По мотивам книги Холли Блэка «Хроники Спайдервика» о невероятных похождениях двух братьев и сестры вышла одноименная адвенчура. Переступив порог по месте Спайдервик, братья Саймон, Джаред и их сестра Мелори оказываются в странном магическом месте, населенном самыми необычными созданиями. Путешествовать по этому загадочному миру вам предстоит в роли одного из детей, причем между персонажами можно легко переключаться. У каждого из них свои уникальные способности, которые применяются для решения ребусов и головоломок. Кроме того, на помощь ребятам часто приходит Тимблтак – крохотный домовой. Для него тоже есть свои уникальные задания, от выполнения которых зависит исход всего путешествия. Если захотите побегать вдвоем с приятелем, на перегонке побеждая врагов и зарабатывая очки, то для этого есть коллективный режим. Изданная компанией Valve Arcade AudioServe – игра не для всех. Время от времени появляются новинки, на которые обязательно стоит обратить внимание, несмотря на их кажущуюся на первый взгляд примитивность. Хотя бы потому, что за ширмой этой самой примитивности прячется свежая и интересная идея, причем великолепно воплощенная. Сомневаемся, что AudioServe наделает много шума, но кое-кому запомнится, это мы уверены. А все благодаря смеси из аркадности, музыки и старого доброго Тетриса. Этот супчик стоит попробовать, тем более, что бесплатная демо-версия свободна для скачивания на официальном сайте. Если бы у меня спросили, как думаешь, кто победит – гигантская ящерица или человек? Я, не задумываясь, ответил бы – конечно, человек. Он умнее. А вот в игре World Shift такая схватка может закончиться не в пользу хомо сапиенса. Как вы помните из курса биологии, гигантские ящеры на Земле давно вымерли. К счастью. Да вот только никто не может поручиться, что лет это через пару тысяч вся эта мерзость не появится снова. Разработчики стратегии World Shift уверены, что рай для ящеров еще настанет. World Shift А вот наше человеческое будущее по заверениям тех же товарищей безрадостно, в чем мы, переигравшие сотни игр, и не сомневаемся. World Shift обвиняет во всем случившемся космическую бациллу. Залетела она к нам из космоса на черном причерном метеорите, и иммунитет от нее, естественно, не было. И наступил конец земной цивилизации. Сам игровой процесс начинается спустя несколько тысячелетий после этой глобальной катастрофы. К тому времени большая часть всего живого отбросила копыта. Но кто-то выжил. И как это происходит во всех играх, со стопроцентной вероятностью уцелевшие начали стремительно мутировать. Осколки черного объекта изменили абсолютно все. Начиная от деревьев и животных, заканчивая самими людьми. Подарив им некоторые уникальные способности, типа телекинеза, различной магии и так далее. К моменту начала игры от человечества осталось пять уцелевших городов и три расы живых существ. Живут они себе в этом непростом мире и не подозревают, что во всем виновата бацилла. Первая раса – это, собственно говоря, сами выжившие люди, которые, значит, живут в неком таком тоталитарном обществе, контролируемом армией в пределах городов своих укрытых щитами. Другая раса – это кочевники, изменившиеся под влиянием чумы. И третья раса – это загадочная раса созданий сильно-сильно мутировавших, непонятно откуда и непонятно как появившихся. Возглавляя небольшой отряд людей, нам предстоит выполнять приказы высшего командования и потопать наш взвод по местным фиолетовым лесам с задачей выяснить, кто там, кто там в теремочке живет. А вот сейчас узнаешь, скажет 20-метровый мутант. Миссии будут происходить как на территориях городов, то есть различные подавления восстаний, которые возникают, там отлов незаконных мутантов, проникших в городах, в городах, так и на территории планеты, то есть уничтожение групп мутантов, там, добыча каких-либо древних артефактов и тому подобное. Ну, в итоге цель всегда сводится к одному, это доминация одной из фактов. Важной особенностью игры является почти полное отсутствие строительства. Упор делается на прокачку отрядов. С этим могут помочь тысячи артефактов, щедро сыплющиеся из монстров малых и великих. Самым необычным в игре является противостояние магии и технологий. Где еще можно увидеть солдата с мечом, идущего в рукопашную атаку на плотный строй автоматчиков или столкновение танка с огромным ящером, плюющимся в огне. Хаотическая мешанина, которую представляет собой маломальская схватка, играет яркими красками последних графических технологий. И при виде битвы танка, расстреливающего ящера, как-то забывается, что породила все это маленькая космическая бацинка. Взглянуть на катастрофу, произошедшую с нашей планетой, российские игроки смогут уже в первом квартале 2008 года. Далее в виртуалите. Как при помощи мышки создать шедевр в духе импрессионизма. Кто готов умереть за императора в мрачном Вархаммере? Это в виртуалите, мы вернулись. Если вы пропустили первую половину программы, то точно не узнаете, как агенты ЦРУ собираются избавить весь мир от террористов разных мастей. Зачем объединились разработчики Fallout и Medal of Honor, и кто победит, технология или магия? Но нам еще есть, что вам рассказать. Например, о том, что нового нашли наши редакторы во всемирной сети. Создатели сайта Interact10Ways.com утверждают, что в эпоху стремительного развития медиа изображение становится важнейшим инструментом коммуникации. Что и показывают на сайте. Для этого были объединены усилия пяти известных дизайнеров, которые создали десять интерактивных примеров, показывающих коммуникативную энергию графики. Больше не будет слов. Пусть за нас говорят изображение. На сайте CarrierBuilder.com появилась манк-имейл, что переводится примерно как «шимпанзе-почта». С ее помощью вы можете передать ну очень пламенный привет коллегам, боссу или даже девочке на ресепшене. К примеру, вас уволили, и есть огромное желание уйти, хлопнув дверью. Выбираем одного из трех шимпанзе, наводим порядок на голове, приоденем его, как нам нравится, выбираем очки, фончик подберем нужный, и что-нибудь сунем в руку. Теперь нужно озвучку какую-нибудь подобрать пообиднее. Можно свой голос записать или напечатать текст, который автоматически будет озвучен. Нет, все-таки лучше использовать заготовку. Осталось напечатать электронный адрес босса и вперед. Вот тебе за увольнение. Кстати, можно загрузить это сообщение и в сотовый телефон в качестве видеорингтона. Создатели сайта Jackson Pollock.org дают возможность приобщиться к высокому искусству. Те, кто никогда не понимал абстракционизма, но интересовался тем, как они, то есть эти самые абстракционисты, свою ахинею, в смысле, шедевры ваяют, могут собственными руками попробовать сотворить нечто похожее. Просто вводишь мышкой, и как будто с виртуальной кисти на виртуальный холст ложатся разноцветные маски. Задержался на одном месте, поставил кляксу. Левым кликом меняется цвет краски. Результат завораживает. А знаете, в этом действительно что-то есть. Напоследок мы припасли для вас кое-что интересное. Впервые эта игра появилась в 2004 году, и она была единственным конкурентом третьему Варкрафту. И вот прошло уже 4 года, а популярность ее не угасла. В виртуальном мире по-прежнему идет война между имперской гвардией, орками, темными эльдарами, некронами. Речь, конечно же, об игре Вархаммер, очередной аддон, который недавно увидел свет. Вархаммер. Самый жестокий мир из придуманных человеком. Здесь все время идет война. Война целых народов, планет, цивилизаций. Бог Император медленно умирает на своем золотом троне, а противостоящие ему силы хаоса набирают мощь. Но у Императора есть козыри в рукаве. За него готова умереть целая армия, так называемые «сёстры битвы», что и породило новую войну в стратегии Вархаммер, Дон оф Вор, Соллсторм. Это уже третье дополнение культовой РТС Вархаммер, Дон оф Вор. Каждый аддон вносил в конфликт новые расы. В Соллсторм добавил в кровавую войну еще две противоборствующие армии – «Сестер битвы» и «Темных Эльдаров». Теперь раз девять, что уникально для жанра РТС. «Сёстры битвы» – это фанатичные последователи бога Императора на Земле. Это некие женщины, которые посвятили себя служению, посвятили себя воинским подвигам и используют в дополнение к технике, в дополнение к вооружению, такой ресурс под названием «Вера». Он введен только в этой расе, и при помощи «Веры» они могут творить различные подвиги «Веры», штуку, похожую на заклинание. Совсем другую тактику используют «Темные Эльдары» – потомки, когда-то перешедших на сторону хаоса эльфов. «Темные Эльдары» – это раса, которая использует наряду с магией и также достижение современной научной мысли. Это достаточно подвижные подразделения, сила которых исключительно в мобильности, и они обладают очень слабой бронёй». Новые расы полностью вписываются в фирменный стиль «Вархаммера», где царит запредельная жестокость. Как и в любой стратегии, армии юнитов сходятся и убивают друг друга. Но только здесь убийства особенно циничны. Врага не просто убивают, его разрубают, распиливают, сжигают живьём. «То есть там летят ручки, ножки, голову, там и тому подобные вещи. Всё очень красиво, такой танец смерти практически». Благодаря «Соу-Сторму» в их ханале смерти разразится и в небе. Наконец у вас появится полноценная авиация. А это значит, что в дополнение к десяткам видов смертей добавится ещё и шпингование свинцом с воздухом. Улучшится и глобальный режим игры, в котором необходимо сектор за сектором отбивать у противника территорию, пока вся планета не будет освобождена. Территорий очень много, как и самих планет. В общем, стратегу есть где разгуляться. По-прежнему основное внимание уделяется героям. Это наиболее сильные юниты, лидеры армий. И развивать их следует с особой тщательностью. «Главный герой, лидер компании, он может постоянно улучшаться, апгрейдиться, и все апгрейды будут на нём видны. То есть это могут быть какие-то огромные пушки, безумные пушки, которые уничтожают десять человек одним лицом и тому подобное». «Солл Сторм» полностью ломает сложившийся баланс «Дон оф Вор», предлагая новые юниты и расы. Ветеранам Вархаммера придётся пересматривать старые тактики, а новичкам проще будет влиться в этот удивительный мир. Мир, в котором глобальный конфликт идёт вечно. Встать на сторону хаоса или защищать трон можно уже сейчас. Игра полностью готова. На сегодня это всё. В следующий раз мы откроем вам тайны игры Brothers in Arms, расскажем о легендарном Metal Gear Solid и мистическом The Lost Crown. Увидимся на следующей неделе. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова